Тришинский некрополь в Бресте стал местом проведения акции «Молодежь за чистый город». Активисты, бросив клич в социальной сети, собрали пять десятков неравнодушных юношей и девушек, готовых помочь в уборке территории. На акцию собрать, ребят, было абсолютно несложно. Достаточно было просто в социальной сети написать «Ребята, актив, приходите» и «Ребята тут как тут». Больше 50 человек сегодня у нас собралось здесь. Перед школьниками из пяти учебных заведений Бреста стоит задача «Минимум» – собрать листья, почистить дорожки, прополоть сорняки. Весь необходимый инвентарь волонтерам предоставили работники спецпредприятия, обслуживающие территорию некрополя. Для них лишние рабочие руки не помеха, а для молодежи – хорошая возможность внести свою лепту в благоустройство города. Захотелось просто прийти, пообщаться с людьми, помочь, убрать, чтобы было красивее, чтобы было приятнее сюда ходить. Каждый, наверное, будет рад помочь своим предкам. «Я считаю, это нужно, потому что это все же объединяет нас, брещан, и помогает, скажем так, опять же, сделать наш город чище и лучше». Вместе с тем задача «Максимум» – сделать свой город чище и красивее для брестской молодежи вполне по силам. Они легки на подъем и готовы принимать участие в благоустройстве в любой точке города. Каждый из них видит плоды своего труда и понимает, для чего это нужно. Есть такая хорошая фраза «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». И когда ребята приходят на такие мероприятия, то они в последующем задумываются, как им относиться к своему родному городу, как им относиться к могилам своих родных и близких, и насколько важно держать это все в порядке и в чистоте. Городские и областные акции в рамках месячника по наведению порядка на земле пройдут до середины ноября. А вот стать участником неофициального проекта можно по велению сердца в любое время года.